всем доброе утро, друзья простите меня, пожалуйста я просто сейчас 10 минут сидела записывала ролик а там даже кнопочку не нажала, короче, ничего не записалось я такая в конце, знаешь, такая выключать, а он и даже не был включен ладно, это просто я не выспалась я вам что хочу сказать у меня сегодня отличное настроение прям потрясающее я посмотрела дебаты на президентских выборов в Америке и мне сразу стало так весело на душе так смешно короче, в двух словах ты лох ты неудачник ты тот, ты тот, они друг друга пооскорбляли такой уровень американского общества показывает американские правители да, в прямом эфире маты, унижения, оскорбления закидывания друг друга фекалиями вот, просто вот я не представляю, если бы наш президент Российской Федерации начал в прямом эфире кого-то матом трёхэтажным гнуть на всеобщее обозрение даже того же Зеленского никогда никогда это уровень это воспитание это интеллект это вот этот вот, знаете, такой вот ля-класс который в Америке просто, я не знаю вышли два пенсионера два дедули такие ты, ты петух нет, ты петух ты дурак нет, ты дурак блять ну, конечно ребят, поздравляю всех американцев Трамп, уровень рейтинг Трампа гораздо выше он его просто размазал тот, по крайней мере хоть что-то говорил говорит вы 200 миллиардов долларов потратили на эту Украину а толку, блин а толку говорит я эту войну закончу вот так вот канальчик с баблом перекрывается и всё и всё и все идут сразу договариваться вот так вот да а этот такой тын 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 Байден завис просто сколько, сколько говорит, мы на неё потратили 200 миллиардов серьёзно 200 миллиардов он даже он даже название путает он даже забывает как говорить его ассистентка помогала спускаться по лестнице потому что этот инвалид пенсионного возраста я не знаю это кто это это чахлык невмырущие это уже каще бессмертный кто это он еле спуститься смог ребята это позор это такой позор это такой позор это так весело за этим всем наблюдать понимаете и вы ещё будете что-то говорить про Владимира Владимировича что он там какой-то выживший из ума там старый что-то там вы чё блять вы вы чё да наша ягодка наше красное солнышко будет цвести и пахнуть ещё лет 30 вы посмотрите на этих маразматиков сумасшедших боже боже Лида Лида не позорьтесь ребята не позорьтесь вот ваш Байден любимый ваш патриот помощник защитник ой не могу и смех и грех нельзя же над больными смеяться короче ребята доброе утро если у вас плохое настроение посмотрите дебаты президентских президентских выборов предвыборная кампания дебаты президента Америки и всё и всё вам сразу станет весело легко и вы скажете слава богу я не Байден просто слава богу что я не Байден да не хотелось бы именно доживать до такого состояния чтобы под себя ходить и ну короче вы поняли да ребята американцы поздравляем мне кажется что Трамп скоро станет новым президентом Америки и посмотрим насколько будут его слова иметь какой-то вес он же сказал что он это всё закончит вот посмотрим я на самом деле правда вот сейчас без юмора хочу чтобы всё это закончилось чтобы война между нашими государствами она прекратилась и всё было как раньше без санкций без каких-то таких угнетений да чтобы русские снова летали напрямую куда хотели чтобы украинцы перестали гибнуть сотнями их перестали забирать на этот ИЦК чтобы верхушки украинской Верховной Рады наконец-то нажрались вдоволь и перестали пыздать бабки и грабить бюджет которые 200 миллиардов куда нигде где 200 миллиардов долларов вы понимаете можно было не просто купить новую Украину можно было там сделать ремонт европейский евроремонт в Украине можно было сделать на эти деньги и поднять страну с колен а вы что сделали зеля бабки где бабки зеля я требую отчётности все 200 миллиардов вот я бы на вашем месте украинцы вместо того чтобы на русских пиздеть сказала пожалуйста предоставьте нам платёжки и этот отчёт где вы сука распилили эти 200 миллиардов потому что вся Украина собирала на броники на жилеты на каски на охуяски на тепловизоры а где всё а 200 миллиардов куда что самолёт купили я не знаю что там танк один купили 200 миллиардов у меня нет слов какие вы идиоты какие вы дебилы так ладно всё ребята у меня сегодня очень нагруженный день я люблю вас я желаю вам хорошего дня отличного настроения мы всё равно скоро сядем за стол переговором мы договоримся ну либо поставим наш ультиматум я вас люблю дорогие мои всё будет хорошо рано или поздно обязательно всё будет хорошо это всё закончится и мы посмотрим что будет после того как придёт Трамп на место президента вот и всё желаю вам отличного дня хорошего настроения с вами была Катришан люблю вас мои котята быть добру до новых встреч до новых встреч